доброе утро всем друзья и добро пожаловать новый блок мой кофе с пенкой как на него все говорят с пенкой две кружки уже таких выпила и сейчас вот это вот последнюю и все сегодня девчата будем с вами выпекать треугольники ладно еще одну положу треугольники очень вкусные вчера у меня был бисквит черный лес черный лес с него делаю тоже десерты наверно будет отсвечивать с него тоже делают десерты как я уже говорила да и любые такие кува да какая кува это бисквит их куха говорит да он ко всему подходит этот бисквит а сегодня будем с вами печь треугольники треугольники это такое знаете вообще это идет татарское блюдо татарское блюдо и туда я делаю фарш фарш у нас будет с картошечкой с картошечкой некоторые делают мясо мясо это значит режут кубиками ли соломкой тоненькое мяско и кубиками картошку лук и как его нарезают лук крупно но я буду делать сегодня по-своему приоткрою чуть-чуть буду делать сегодня по-своему как делаю я я буду делать с фаршем покажу вам мой рецепт мой девчата этот именно тесто как я делаю на тесте да кто-то добавляет подсолнечное масло но можно и подсолнечное кто-то добавляет например вот такое да но я буду сегодня делать на сливочном масле и сейчас попью рано встала пока я всех вчера была у доктора пока у всех я вчера разгреблась с этими закупками то одно то второе то третье вот и хотела снять еще распаковочку одну такую до косметику такая недорогая того часу как раз на подседневку которого я постоянно как раз и и потом вам сниму сегодня у меня еще бы две посылочки вот так что целый день сегодня буду дома сидеть что хотела я вчера сказать никак не могу найти агар 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 желатин он самый лучший как применяется дачи вот этот вот желатин с ним возня такая его надо заливать его надо потом разогревать вот такая вот это вот возня не могу ему найти но надо в этой кусходить в таки есть хочу вам показать мой десерт десерт такой очень вкусный очень легкий я как-нибудь покажу даже если у меня не найду агар агар на эту будем с вами делать желатина желатин тоже он подходит но не такой эффект все равно он сильно застывает агар агар он такой нежный знаете вот такой нежный это пульва такая вот какая как сахарная пудрена по дугу так ну все девчата сейчас я прибираюсь сделаю пониже наверно отсвечивает ставлю вот сюда видно не видно закрываю кофе выключаю свою машинку хочу сказать про машинку тоже меня спрашивают сейчас она сильно будет новую мы не хотим покупать она у нас уже я не знаю сколько ей лет и она очень-очень-очень давно очень-очень-очень давно говорю у нас и как бы она еще идет пускай идет это юра это хорошая как фирма как мне больше нравится я ее всегда мою открываю чтобы она проветривалась не было шимеля так сейчас приступим что нам к этому надо рецепт мой будет вот эту постелю вот так возьму сделаю сюда потом вам покажу обыкновенное полотенце обыкновенно стелем сюда да потом два яичка нам надо будет сахар зорезу нам надо будет чуть-чуть оно такое очень легкое считайте из ничего и такие дрожжи нам понадобятся до 7 грамм можно живых но я буду делать печь сегодня на вот таких сухих дрожжей так все приготовила теперь девчата что нам к этому надо сейчас я вам покажу расскажу да тут у меня 200 миллилитров теплого молока или можно воду все равно что добавлять или молочко или в или воду тесто это не такое издобное это не на булочки это такое как нам надо немножко как соленоватое чтобы она была так сначала будем активировать наши дрожжи добавляем дрожжи сухие как видите да и столовую ложечку без горки сахара вот так вот это масло мне тут сливочное можно заменить подсолнечным но я буду делать ну как я делаю это давно я делаю мне на канале есть это по моему даже я с мясом делала а в этот раз с фаршем мне дети с фаршем хотят фарш и вот так же вот я всегда в манты я еще раз повторюсь а фарш идет как на манты потому что манты я делаю всегда с картошкой тут тоже надо будет картошку на добавляем нашу муку активируем наши друзья 250 грамм я вам скажу точно сколько мне муки вышла оставляем я не накрываю никогда опару если дрожжи хорошие они так подниматься оставляем сторонку все что нам к этому теперь надо теперь как всегда берем желток на смазку валичка на матовую до водится сегодня у нас холодно вчера тоже гру так холодно у нас было восемь пришла такой вот пронизывающий холод вытираем сразу ручки так вот я оставила сейчас я его закрою этот желточек чтоб не заветривался потом столовую ложечку воды или молочка добавляем это идет на смазку тут у нас значит два яйца с этого два яйца взяли желток повторюсь еще раз потому что будет спрашивать теперь добавляем наши чайную ложечку соли вот такой вот сегодня у меня девчата лазанья вчера борщ такой ничего больше не буду варить взбиваем и все оставляем пускай немножко активно они уже практически все еще немножко подожду минут семь и буду добавлять все вместе потом будем тесто с вами вымешивать теперь посмотрите как активировалась активировались наши дрожжи сейчас я вам покажу давайте вот так вот посмотрите смотрите это сухие дрожжи вот так вот активировались видите это это очень хорошо теперь все перемешиваем добавляем наши яички вот так наверно вам поставлю может быть так лучше будет видно вот так я здесь ставлю моя перчатка все перемешиваем и нам надо чтобы один раз хотя бы тесто поднялось один раз не два раза один раз хватает все теперь добавляем нашу муку а потом только последнюю очередь будем добавлять наше масло все теперь добавляем наше масло чашечку не вымываем потом нам надо будет еще может быть маслица посмотрим ой как маслом запахло вкусно теперь надеваю свою перчатку и добавляю еще это мне уже 250 ушло еще 100 грамм ну наверно 300-320 грамм плюс минус перемешиваем так еще раз еще раз еще немножечко и столовую ложку подсолнечного масла ну в эту же где было наше масло было наше масло сливочное так сюда ложим все вымешиваем все краешки зачищаем убираем уже масло нашу муку 300-320 грамм у меня вот так вот где-то ушло потом уберу тут все она уже вон не клеится к рукам и теперь добавляем нашу наше масло в подсолнечное сливочное тесто хорошее такое прям оно еще поднимется увеличится вот теперь я вам сейчас покажу вот такая вот смотрите такая вот красота должна у вас получиться вот такая вот видите какое тесто но мягкое не забитое ничего все ставим накрываем и даем один раз подняться так перешла на другой стол смотрите сейчас будем с вами делать фарш чтоб он у нас хорошо замариновался так тут у меня гемишт флеш 400 грамм ну можно 500 грамм да я взяла поменьше немножечко потому что чтоб у меня не было так сильно много фаршу да потому что у меня всегда остается потом его ни туда ни сюда этот фарш так высыпаем сюда тут и свинина и говядина сразу убираем теперь что нам к этому надо тут у меня значит 3 больших картошек 3 штучки и 2 лука лук я буду делать через блендер через блендер буду делать только крупно не сильно мелко так он они у меня будут сочные ну можно нарезать мелко потом нам надо будет одно яйцо яйцо оно вообще связывает фарш я всегда добавляю фарш яичко но не во все конечно смотря что я делаю чтобы он у нас не был чтоб фарш у нас не был рассыпчатый оно вообще хорошо вяжет вот так я делаю сразу сюда привас так где мой любимый ножичек беру свой любимый нож я вам просто покажу наверное все знают да как резать картошку я сильно крупно не режу вот так вот сейчас покажу вот так вот чтоб они такие вот были люблю только зубчатыми резать я всегда зубчатыми режу уже сколько лет уже и привыкла все картошку перережу так дорезала всю картошку досточку не убираю потому что мне надо будет сейчас все равно на лазанью резать грибы надо будет резать баклажаны цукини хочу сегодня лазанью дети мне заказали берем наш лук еще наверное сильно большой прям вот так вот сделаю так все и на сильно крупную не могу без этой штуки девчата подождите лук у меня тут не могу я потому что у меня вообще проблема с этими глазами трясу потому что здесь остается еще лук да я трясу чтоб он туда упал сразу приготовлю пока наши уже поднялась надо посмотреть тесто их так быстро выпекать так чуть-чуть водички немножечко я так добавляю всегда сюда потому что здесь весь сок еще по бокам дучок остался теперь добавляем столовую ложку но солите сами по вкусу я где-то вот так вот без горочки соленая сильно не люблю и не люблю чтоб недосоленное было и вот так вот где-то перчик тут у меня паприка и вместе с сухими помидорами сейчас я вам покажу какая она я не смогу сейчас она плохо вот такая вот штука это которую я покупала я вам говорила все теперь все мешаю берем сразу теперь все мешаем потом все перемоем ух как перцем запахло и с луком так ну вот замариновала я наш фарш перемешала оно когда замаринуется потом будет видно да просолилась она у вас или не просолилась надо вам соли или не надо ну и все буду приступать к своим баклажанам и делать потихоньку лазанью потому что ему надо сначала перетушить все я сейчас накрываем и пускай на у меня маринуется ну все поднялось наше тесто смотрите какой она красивая стала смотрите красота ой какая красота посмотрите как она поднялась вот тут я приготовила уже противень сейчас перемешаем нашу начинку мясную с картошкой вкусно красота очень вкусно я вообще люблю эти треугольники вообще давайте будем делать смотрите какая красота немножечко сделаем муки сюда вот мой перчик еще здесь тесто надо раскатывать тоненько так сейчас хорошо отшлябываем но оно не липнет к рукам мягкое мягкое тесто хорошее такое тесто очень хорошее тесто очень хорошее тесто видите как оно шкварчит все перемешали все перемешали убираем в стороночку вот сюда перемешаю вот какое тесто хорошее можете еще раз говорю на маслице раскатывать а можете на как я на муке такие большие делать не могу вот такие делаем колокольчик оно все равно у вас поднимется можете побольше делать можете поменьше делать но они у вас должны быть средние я просто сейчас колокольчики сделаю а потом будем с вами их раскатывать еще муки ну вот давайте я вам один покажу как делать я на 200 миллилитров сегодня делала мало потому что у меня так еще выпечки еще хватает где-то вот сантиметр тоненький они должны быть тоненькие берем нашу наш фарш знаете да как уже берем отсюда закрываем наши уголочки вот это вот все и вот так вот я делаю например один такой и сейчас я вам один другой сделаю один вот смотрите сейчас вот такой вот я сделала как они делаются можете оставить здесь дырочку хорошенько залепляем и можете кто как можете косичкой можете вот так вот внутрь делать вот как-то вот так вот делают а я буду делать вот так вот просто вот так вот как волнами вот так немножко их слепляешь и они-то оттого такие красивые получаются как крышечки ну вот такая вот такая вот красота получается у нас три штучки осталось вот тут у меня то что я наделала сейчас я их буду смазывать нашим желтком и уже поставила разогреваться духовку на 180 градусов смотрите по своей духовке где-то 30-35 минут да все они уже мне немножечко поднялись даже ну и все хорошенько смазываем сейчас она разогреется и сразу будем ставить духовку вот так прям хорошенько обильно смазываете пока пирожочки мои выпекаются я уже сделала лазанью сейчас тоже как только пирожочки пропеку и поставлю лазанью уже у нас почти 12 часов как раз дети придут уже будет все готово сегодня у нас такой все пораньше идут кроме мужа сегодня все пораньше да, Рикки? скажи, придут детки ну ладно посмотрим сейчас наши ой, растягай, говорю наши треугольнички а нет еще и еще немножечко еще не не спеклись пока у меня девчата еще выпекается думаю, Мишац Рикки тут бегает у меня выпекается я сейчас только как только их вытащу да и сразу в духовочку поставлю в лазанью сначала будем выпекать но она уже полуготовая потому что эти все все эти овощи я перетушила соус в банке сделала и добавила 6 хороших чеснока соль перец как всегда и 1 чайную ложечку сахара а потом открываем буквально 20 минут вам как раз разогретая сейчас духовочка вот такая вот красота ну сейчас я вам тоже покажу мою красоту которая так уже практически она все но все равно но все равно я покажу как сейчас буду просто разломывать смотрите какая красота получается до того вкусный возьму такой самый самый который вот такой вот мягенький вот так вот вам поближе сделаю вот такой вот посмотрите мягкий мягкий и вот так вот вам открою сколько мяса посмотрите сколько мяса и какой он тоненький сейчас продемонстрирую посмотрите а сочный вам просто не передать очень вкусный какой девчата вкусный у меня тут один раскрылся до того тут все мокро было все потек но я его уже один села ну вот если хотите делать побольше увеличиваете массу на 400 миллилитров молочка посмотрите сколько получается они должны быть вообще большие ой какой вкусный вкусный надо рекорд один дать вот эту половинку он уже у меня стоит сзади покажу вам вот так вот тесто бесподобное очень вкусное я говорю их очень быстро делать утра стали поставили тесто фарш вытащили раз два и все и три и уже у вас готова смотрите какая красота они мягкие мягкие мягенькие прям такие аж вот они вот такие вот посмотрите прям вообще эти три они прям сильно горячие я вообще люблю горяченько такое смотрите очень вкусное очень вкусное так что выпекается моя еще лазанья а мне уже надо борщ доставать тоже разогревать и буду своих свою любимую семью кормить да Рики Рик съел с удовольствием ему очень понравилось он вообще у меня все с мясом любит все с мясом любит ну такая вот у меня сегодня еда очень быстрая и вкусная покажу вам нашу погоду но хоть дождя нет вчера целый день такой дождь еще моросил еще такой мелкий знаете такой вот прям вообще я не люблю такой дождь если пускай идет то идет а вот когда мелочи целый день целый день идет скажи Рики ну все будем с вами прощаться вот он мой Рики большое большое спасибо вам за просмотр и скажи Рикочка да всем пока